В Тюмени продолжается сбор лечебных трав. Заготовка полезных растений становится у горожан все более популярным. Собирать и сушить травы тюменцы предпочитают самостоятельно. При этом немногие знают, как правильно это делать. Об опасности самодеятельной фитотерапии Яна Беспалова. Это бодяг. Используются здесь как цветы, так и листья. Елена Матягина 17 лет жила в районе Дома обороны. Все это время ходила в лес, что по соседству, за грибами, ягодами и травами. Говорит, раньше живленной дороги здесь не было, почва была плодородной. Своей привычки Елена не изменяет и сейчас. Собирает лекарственные растения. Ими она лечит семью. Конечно, они больше таблетками пытаются, но я им говорю, что очень полезно травам. Поэтому, когда уже таблетки не помогают, они приходят к моей нетрадиционной, можно сказать, медицине. Но такая травяная медицина может принести не только пользу, но и вред. Именно поэтому знатоки рекомендуют уезжать подальше от города как минимум на 30 километров. Поблизости не должно быть заводов, ждепутей и, конечно, машин. Но этого недостаточно. Важно уметь разбираться в особенностях травяных сборов. И здесь без правочника не обойтись. Такое пособие поможет начинающим не ошибиться в выборе. Ведь подчас тюменцы без разбора собирают даже ядовитые травы. К примеру, в областную токсикологию попадали пациенты, отравившиеся белиной. Её семена маленькие, чёрные, напоминают семена мака. Иногда дети их путают. У них красивые жёлтенькие цветочки. И играю употребляют в пищу белину. Белина вызывает тяжёлые нарушения центральной нервной системы, галлюцинации, широкий зрачок, атропиноподобное такое действие. Чтобы заготовить лекарственные травы правильно, необходимо знать не только период сбора, но и время суток. Лучше собирать траву с 8 до 9 утра, либо с 16 до 18 часов вечера. Хранить их нужно в мешочках тканевых или льняных, ни в пакетах, ни в кульках. Нельзя утрамбовывать и плотно складывать. Потому как если было чуть не просушено, то значит появится опрелость и процесс гниения. Любая трава может пойти как впрок, так и вызвать побочный эффект. Поэтому нужно заранее посоветоваться с врачом. Яна Беспалова, Андрей Захаров. Тюменское время.